Добрый вечер! В эфире Тагилтовые итоги дня. Мои коллеги и я, Марина Хрусталёва, готовы рассказать о событиях четверга. Дальнейшие планы развития города и подготовка к празднованию трёхсотлетия Нижнего Тагила. Сегодня в Екатеринбурге в рамках Дней муниципальных образований в Законодательном собрании прошла презентация крупнейшего промышленного центра Среднего Урала. Лучший учитель, автолюбитель, конкурс под таким названием проводится уже в четвёртый раз. Для победы в нём участникам требуется продемонстрировать не только мастерство за рулём. Телекомпания Тагилтв совместно с городским дворцом детского и юношеского творчества продолжает совместный проект «Территория успеха». Об инклюзивной направленности дворца и студии «Ангельские псы» расскажем через несколько минут. Уральские депутаты заглянули в будущее Нижнего Тагила. В рамках Дней муниципальных образований в Законодательном собрании Свердловской области прошла презентация крупнейшего промышленного центра Среднего Урала. Обсуждались дальнейшие планы развития города и подготовка к празднованию трёхсотлетия Нижнего Тагила. С репортажем из Екатеринбурга наш корреспондент Николай Палкин. Проведение Дней муниципальных образований в стенах регионального парламента в нынешнем году приурочено к празднованию двух знаменательных дат. 85-летию со дня образования Свердловской области и 25-летию законодательной власти в нашем регионе. Презентации делаются очень ёмкие и очень компактные для того, чтобы узнать о том, чем живут территории, о том, чем занимаются люди, как живут наши депутаты, чем они занимаются и главы всей муниципалитеты. Поэтому это хорошая традиция. В рамках презентации Нижнего Тагила уральские депутаты смогли узнать новые факты из его истории, увидеть, как он выглядит сегодня и что ждёт муниципальное образование в ближайшем будущем. Руководители региона отметили, что в нашем городе работают одни из ключевых предприятий, которые вносят существенный вклад в бюджет Свердловской области и России. Конечно же, Нижний Тагил был и остаётся и будет в ближайшие 100-200 лет, по прогнозам учёных, столицей, промышленной столицей Урала. То есть это место, где сосредоточены кадровые, научные, инженерные, производственные мощности и мощности огромные и по своим масштабам, и по качеству, мировому качеству. В своей презентации тагильчане рассказали не только об историческом прошлом и современных достижениях города. Особый акцент был сделан на ближайшем будущем муниципального образования. Через три года промышленной столице Урала исполнится 300 лет. К юбилею предстоит реализовать сотни социальных и инфраструктурных проектов, которые должны повысить уровень жизни горожан. Мы на сегодняшний день закончили полностью в рамках реализации одного у нас проекта, это безопасные и качественные автомобильные дороги, полностью все 24 объекта, которые были намечены к реализации, мы отчитались полностью, получили федеральное финансирование, наши участники, подрядчики точнее. Мы сегодня заканчиваем и торжественно открываем 20-го числа парк, точнее сквер Пионерский на вагонке. Мы открываем торжественно один большой двор, я не говорил бы, одну большую дворовую территорию, которая состоит из восьми многоквартирных домов. Среди обсуждаемых проектов были такие, как реабилитация Черноисточинского водохранилища, строительство моста через Нижний Тагильский пруд, возведение многофункционального спортивного лёгкоатлетического комплекса. Нижний Тагил, как я уже говорила, это индустриальный флагман нашего региона. И вы знаете, такие проекты социальные реализуются. Промышленные предприятия инвестиционные проекты реализуют, поднимая промышленность на новый, совершенно технологичный уровень. Глава Нижнего Тагила поблагодарил депутатов законодательного собрания за их поддержку и непосредственное участие в реализации программы развития нашего города. Именно сегодня исполняется год с момента инаугурации Владислава Пинаева на пост мэра. За это время ему удалось добиться рекордного для Нижнего Тагила бюджета и реализовать много важных начинаний, таких, например, как строительство первой школы нового поколения. Николай Палкин, Михаил Корзняков, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Администрация города отбирает общественные территории для благоустройства в 2021 году. Заявки в письменной форме принимаются в управлении городским хозяйством Нижнего Тагила по адресу проспект Мира, 53 кабинет, 202. Телефон для справок 48-53-66. В обращении можно рассказать о существующей ситуации в этом месте, о том, как решить проблему и указать группу людей, которым нужно благоустройство именно данной территории. Отбор продлится до 28 октября. Он будет в два этапа. Сначала пройдут общественные обсуждения вариантов, затем тагильчане сделают свой выбор на рейтинговом голосовании. Правительство планирует создать единую плодежку за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой. Сейчас в ряде регионов собственникам квартир приходит сразу несколько квитанций по разным услугам. Часто это становится причиной ошибок в начислениях, а также роста долгов за услуги. Введение единого платежного документа позволит этого избежать. Главная цель общей квитанции – увеличить собираемость платежей за коммунальные услуги, снизить риски хищения управляющих компаний, а также усилить контроль обоснованности тарифов. По данным Росстата, за первый квартал 2019 года россияне задолжали почти 565 миллиардов рублей. «Лучший учитель-автолюбитель» – конкурс под таким названием проводится уже в четвертый раз. Для победы в нем участникам требуется продемонстрировать не только мастерство за рулем. Подробности в репортаже Алексея Алексеева. С каждым годом конкурс «Лучший учитель-автолюбитель» набирает популярность. В четвертом по счету приняли участие 17 педагогов в школу и учреждений дополнительного образования. «Заинтересовало само именно участие, что действительно педагог может любить автомобиль, может любить ездить, не только учить в школе, но и увлекаться вождением». Начали участники с того, что представили жюри себя, свои автомобили, рассказали о собственном водительском опыте первых встречах с сотрудниками ГИБДД. Форму презентации каждый выбирал сам. «Мне очень близки фокусы, я решил, что это будет очень хорошо, если я раскрою себя в этом деле, покажу различные фокусы». Пропаганда безопасного поведения на дороге – одна из целей проведения мероприятия. Учитывая это, педагоги привлекали к выступлениям школьников, представителей отрядов юных инспекторов дорожного движения. У большинства претендентов на звание «лучший учитель-автолюбитель» опыт вождения значительный. Тем не менее, участие в конкурсе потребовало определенной подготовки, и не только творческой, но и теоретической и практической. На площадке необходимо было выполнить три упражнения – заезд в бокс задним ходом, эстакадр, параллельная парковка. Еще один этап – проверка теоретических знаний конкурсантов. Критерии оценивания в каждом этапе конкурса свои. В визитке – это, конечно, творческий потенциал. Во втором этапе конкурса – навыки вождения. И третье – теория правил дорожного движения. Приз за первое место – 40 литров бензина. За второе – сертификат в автомойку. За третье – высоковольтные провода для аккумулятора. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. В городском дворце детского и юношеского творчества состоялся праздник юных талантов. Более 500 детей приняли участие в фестивале отрядов российского движения школьников «Большая перемена». Я чувствую, что могу показать себя, раскрыться. И пока что я не буду переставать этим заниматься, мне это очень нравится. У нас такой отряд, что он очень-очень быстро все схватывает, и поэтому нам очень-очень легко. Школьники участвовали в танцевальном баттле, посетили музыкальный салон и медиа-шоу. Всего в стенах дворца было организовано 9 площадок, где дети с удовольствием проявили свои таланты и порадовали зрителей. Тагил ТВ запускает новый телепроект «Психолог дома». Каждую неделю специалисты будут обсуждать разные вопросы, которые сейчас наиболее актуальны среди родителей и детей. Темы абсолютно разные. Психосоматические расстройства, стрессы и панические атаки, восстановление детско-родительских отношений, гармоничное развитие детей, межличностные отношения в семье и с окружающими. Также психологи ответят на вопросы телезрителей. Дорогие телезрители, если у вас есть вопросы к психологу, вы можете позвонить по телефону 4195-51 или написать на сайте www.tagildefistv.ru. Также вы можете написать сообщения в социальных сетях, в официальных группах Тагил ТВ. Смотрите программу каждый понедельник и среду в 21.40 и каждый вторник и четверг в 22.40. В пятницу программа «Психолог дома» выйдет в 19.25. Не пропустите. Телекомпания «Тагил ТВ» совместно с городским дворцом детского и юношеского творчества продолжает совместный проект «Территория успеха». В следующем сюжете наш корреспондент Анна Кизилова расскажет об инклюзивной направленности дворца и студии «Ангельские псы». Привет! Привет! Юлия Бондарчук со своей собакой Катей регулярно приходят в гости к девочке с ограниченными возможностями здоровья Ярославе. Вместе они занимаются уже второй год. Ребенок учится общаться с животными. Для него это изучение что-то нового, в то же время адаптация. Ребенок понимает, что есть еще что-то помимо домашних стен. Контакт сам по себе, поглаживание собаки. Иногда собака ее лижет, это тоже новые ощущения. Конечно, и психологические удовольствия ребенок испытывает. Мы довольны. Нам очень нравится. Мы ждем Катю. Мы рады ей. Она даже и поводком играет. То есть мы знаем, что такое собака. Ярослава – участница студии «Ангельские псы» при городском дворце детского и юношеского творчества. Посещать кружок девочка не может, поэтому занятия проходят на дому. Юный Андрей тоже с ограниченными возможностями здоровья. Он регулярно приходит в студию «Ангельские псы» со своей собакой Симбой. С кем ты будешь заниматься? Симбой. Симбой. Что будешь учить его делать? Дрессировать. А какие команды мы учим? Сидеть. На место. Рядом. Смотреть. Симба, тебе нравится на занятиях? Нравится. Заниматься нравится. Научился общаться с собачкой, потому что, говорю, раз он ее боялся, не знал, как подойти, с какой стороны. Сейчас увереннее себя чувствует. И собачка уже поняла, как общаться с ним. То есть, ну, эмоции положительные у ребенка и у собаки. Оба уставшие приезжают оттуда, но довольные. Кинологическая студия «Ангельские псы» существует уже шестой год. Занимаются в ней только дети с ограниченными возможностями здоровья. Задумывалась она мной как место, где ребенок может получить определенные навыки. То есть, которые пригодятся ему и для социализации, интеграции в общество, и, вероятно, как будущая профессия. То есть, я обучаю кинологии детей полностью от начала до конца. То есть, как управлять собакой, что такое собака. И какие-то основы дрессировки мы проходим. Также ребята вместе с собаками выступают на сцене. Участвуют в конкурсах и фестивалях. Сейчас ставят танцевальный номер. К четвероногим дети с ОВЗ привыкают по-разному, говорит Юлия. Но равнодушным к «Ангельским псам» не остался еще ни один ребенок. Анна Кизилова, Игорь Харьков, Егор Гошин. Новости Тагил-ТВ. Как заинтересовать детей химией и что можно сделать в настоящей лаборатории, знают в лицее. Накануне «Уралхимпласт» заключил договор о сотрудничестве с руководством образовательного учреждения. Подробности далее. «Уралхимпласт» и руководство лицея подписали новый договор о сотрудничестве. Этот документ позволит школьникам изучать химию углубленно с использованием профессионального оборудования. Для нас очень важна подготовка школьников, будущих студентов, будущих наших работников. Химия – предмет достаточно сложный. Чтобы ее полюбить и понять, мало одних занятий в школе, нужна еще и практика. И поэтому мы готовы предоставлять свои лаборатории, свои возможности, где школьники могут практически посмотреть, что-то попробовать, протестировать вещества. Понять, что такое эксперимент. И это достаточно полезно. «Уралхимпласт» и лицей сотрудничают уже не первый год. Результаты совместной работы дают свои плоды. Лицеисты участвуют в конференциях молодых ученых, занимают призовые места. Стало больше классов, естественно, научных, с углубленным изучением химии. Я думаю, это наша совместная заслуга. Конечно, безусловно. Благодаря профессиональному подходу сотрудников предприятия, лицеисты успешно поступают в высшие учебные заведения. Предприятие уделяет внимание молодому поколению. В его стенах регулярно проходят экскурсии и мастер-классы. В сотрудничестве, в социальном партнерстве, что мы имеем? Во-первых, у нас повысился конкурс в классе естественно-научной направленности. Во-вторых, Уралхимпласт администрации любезно представляет свою лабораторию для классов с углубленным изучением химии проведение первых профессиональных проб. Мы вывозим сюда классы, они на настоящем оборудовании делают проектные работы. Химия – предмет не из легких. Сотрудники предприятия считают, партнерские связи помогут не только заинтересовать школьников, но и вырастить настоящих профессионалов. Полина Зорина, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. К открытию новой выставки готовятся в галерее «Угол». На экспозиции тагильчане увидят фотоработы нашего земляка. Подробнее расскажет моя коллега Полина Зорина. В галерее «Угол» литературно-музейного центра дома Куджавы появилось 20 фоторабот тагильчанина. Сергей Гебатинов фотосъемкой увлекается с 15 лет. Цифровой технике предпочитает пленку. Вооружившись камерой, Сергей выходит на улицы города и снимает то, что кажется ему интересным. Названия у фотографий нет. Автор уверен, что зритель в каждой из них увидит что-то свое. Это моя вторая персональная выставка. Здесь представлены фотографии, которые я делал на фотоплёнку, чёрно-белую. Называются «Прохожие». Вообще «Прохожие», потому что здесь отобраны фотографии, где я просто гуляю по городу и, собственно, снимаю. Снимаю всё то, с чем я здесь делал, например, с человеком или, например, с предметом. Каждый снимок Сергея уникален. Фотографии сделаны с использованием разных фотокамер и фотоплёнки. Открыть выставку он мечтал давно, но не было необходимых средств. Реализовать задумку автора получилось благодаря фонду президентских грантов. Во-первых, самое главное в этой выставке – это то, что она организована при поддержке фонда президентских грантов. Клуб любителей книги – это общественная организация при библиотеке. Мы получили этот грант, и в рамках этого гранта реализуются много разных инициатив. В том числе одна из инициатив – это организация выставок для местных именно авторов. Посетить выставку «Прохожие» тагильчане могут в течение следующей недели. Её открытие состоится в галерее «Угол» Литературно-музейного центра дома Куджавы в субботу, 19 октября, в 18 часов. Полина Зорина, Игорь Харьков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Такова информационная картина этого дня. Мне остается лишь напомнить – делайте новости вместе с нами. Звоните по телефону 4195-51 или оставляйте сообщения Тагил-ТВ в социальных сетях. На этом моя часть выпуска завершена. Далее мои коллеги познакомят вас с новостями экономики и спорта. С вами была Марина Хрусталева. До свидания. Модная классика от оркестра «Тагильские гармоники» в новой программе «Классическая сорянка». 23 октября в Большом зале «Филармонии». Справки по телефону 4198-47. Официальный курс доллара США на завтра, 18 октября, 64 рубля 1 копейка. Евро 70 рублей 90 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи американской валюты – 64 рубля 22 копейки. Единая европейская – 71 рубль 26 копеек. Реализовать долг США можно за 63 рубля 77 копеек. Евро за 70 рублей 75 копеек. Модная классика от оркестра «Тагильские гармоники» в новой программе «Классическая сорянка». 23 октября в Большом зале «Филармонии». Справки по телефону 4198-47. В Нижнем Тагиле стартовало первенство Уральского федерального округа по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. Турнир проходит на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Юпитер». Соревнования проводятся за счет стартовых износов на базе шоу «Юпитер». Судейство предоставляется Федерации волейбола Нижне-Тагильской. Все остальное – организация за счет спортивной школы «Юпитер». На данный момент 14 команд участников. Три команды из Нижнего Тагила, 11 команд приезжих. Приехали финалисты России из городов Челябинска и Сургута. Игроки сборных настроены очень серьезно. Команды подходили к тренировкам основательно и готовы на все ради победы. Подготовка проходит отлично. Мы тренировались, готовились долго. Игра, мы надеемся, что пройдет хорошо. Надеюсь, выиграем. Постараемся, как сможем. Предстоит нам, получается, около семи, наверное, игр. Как я понимаю, надеюсь, мы выиграем все. Постараемся. Мы считаем, что одна из самых сильных команд – это Екатеринбург. Мы считаем их хорошими соперниками. Первенство Уральского федерального округа по волейболу завершится в воскресенье. Результаты станут известны по окончанию турнира. Денис Лавров, Игорь Харьков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Межрегиональный этап первенств России по баскетболу среди девушек 2005 года рождения прошел в спортивном зале «Старый Соболь». Десять команд из Уральского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов боролись за пять путевок в полуфинальную часть. Хозяйки соревнований выступили неудачно. Одержав в своей группе одну победу и потерпев три поражения, «Старый Соболь» занял четвертое место и не смог напрямую отобраться в следующий раунд. Тем не менее, тагильчанки попали в число участников полуфинала первенства страны благодаря решению Российской Федерации баскетбола. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова